Еще раз добрый вечер. Мы занимаемся книгой Ремиягу, пророком, который начал пророчествовать за 40 лет до разрушения храма, и так и пророчеству до 422 года, до этой эры, когда храм был разрушен. Я напоминаю, что я все свои занятия, уроки посвящаю своей жене Любе Бат Михаэль, которая ушла из мира полтора года назад ради ее возвышения души, ради памяти о ней, все мои слова, и это заслужено, потому что 20 лет своей жизни она отдала работе над комментариями к пророкам, развернутым комментариям к пророкам на русском языке. В скобках я хочу сказать, что я на этой неделе получил фактически готовый файл, полный Малахим Бет, книги Малахим Бет, и к своему удивлению обнаружил, что там 690 страниц комментарий развернуты, объясняет весь текст очень подробно и затрагивает всех пророков этого периода. Итак, я сейчас постараюсь с вами поднять главу из пророка Иеремиягу. Вот, очень надеюсь, что мы с вами видим текст. Правильно? Я не ошибаюсь, текст видно. Надеюсь, что это тот, да, это тот ковид, тот файл, который мне нужен. И давайте остановимся на моменте, который мы не успели затронуть из второй главы. И наша задача понять всю тонкость образа пророка. И потом уже выйти на проблематику и, возможно, на современные проблемы. И вот он говорит в 32-м предложении второй главы, Иеремиягу говорит, «Забывает ли девица свое украшение, а невеста свои ленты, а народ мой забыл меня не дням числа?» Обратите внимание на внутреннее противоречие, которое содержится здесь в стихе. Сначала речь идет о украшениях. Пусть это будет девица, пусть это будет невеста, неважно сейчас. Речь идет об украшениях. И, видимо, она не забывает эти украшения, ни девица, ни невеста не забывает эти украшения, потому что они дороги. Почему дороги? Как дороги, мы посмотрим. А дальше говорится, «Народ мой забыл меня не дням числа». Разве можно сравнить Всевышнего? Или, если говорить об образах этого мира, разве можно сравнить любимого с украшениями? Как построено это предложение? Как забывание украшений действительно можно соотнести с забыванием любимого? Можно ли это сделать? Давайте посмотрим. Я выписал для вас короткий набросок комментария. Можем его вместе читать и обсуждать. Девушка украшает себя, чтобы быть красивой и понравится тому, чем она хочет быть замечена. Эта девушка, у нее еще нет мужа, она еще ни с кем не познакомилась. Она не знает того, кто выберет ее, она выберет его. Она лишь представляет и воображает, каким он должен быть. Поэтому она хранит эти украшения, потому что они напоминают ей о молодости, о ее чистоте и надеждах, об ожидании достойного жениха. Она смотрит на эти украшения и вспоминает свою молодость. И в этой молодости не только та красота, которую подчеркивают эти украшения, ее чистота, ее достойность, ее надежды, ее ожидания будущего, планы на будущее, все как бы всплывает при взгляде на эти украшения. Если говорить о еврейском народе, то это может быть период пребывания в Египте, период ожидания освобождения. Украшение – это традиция отцов, и сыновья Израиля не отказались от нее, и могут с достоинством вспоминать свое положение в Египте. С одной стороны, говорится, что сыновья Израиля опустились на 49 ступеней нечистоты в Египте. С другой стороны, мы все-таки понимаем, что они сделали рывок, они вышли из Египта, принесли пасхальную жертву, пошли за огненным столбом и за облаком, огненный столб ночевым, облако днем, они пошли за Всевышним. Они пошли за Всевышним. И куда они шли, я думаю, что об этом тоже не стоит забывать, идет народ, он идет услышать голос Всевышнего. Он идет, ему недостаточно огненного столба, и даже тех чудес, которые произошли в Египте, он хочет услышать голос Всевышнего, он хочет узнать того, кто вывел из Египта. Это желание, которое влечет всех. И доказательством этому то, что когда подошли к горе Синай, все были как один человек. Как сказано в Торе, Ираша отмечает, что как один человек у всех было одно сердце, одно желание. Одно желание услышать – это я Всевышнего, которое заполнило весь мир, проникло во все сердца. Они шли ради этого, и этим можно гордиться. И в Египте, несмотря на множество проблем, несмотря на то, что значительная часть осталась в Египте, пребывания в Египте, исход из Египта, можно, само пребывание даже в Египте, можно считать украшениями, которыми можно гордиться. Не оставили традицию отцов, не забыли Бога, Бога Израиля. И теперь это девушка, и она смотрит на свое украшение. Невеста, она в отличие от девушки, она заплетает волосы. И здесь мы чувствуем этот древний обычай, что замужняя женщина не ходит с распущенными волосами. И вот невеста перед свадьбой заплетает волосы, вплетает в них ленты. И, естественно, что это ленты для нее дороги. Всякий раз, когда она посмотрит на них в дальнейшей жизни, они напомнят ей о чистой и прекрасной любви, о начале, когда не было ссор, не было споров, было только стремление друг к другу, и не только простое, а и высокое духовное стремление было к друг другу. Но мы понимаем, что этот взгляд на украшения и этот взгляд на ленты – это все связано с мужем. Если девушка смотрит на эти украшения и только вспоминает свою молодость и не вспоминает о муже, то как бы это другое дело. Это другое дело совсем. А Всевышний как раз и говорит об этом, обращаясь к народу. Вы похожи на девушку, которая, может быть, смотрит на свое украшение, а, может быть, не смотрит, но, может быть, даже и смотрит на свое украшение, но не вспоминает мужа, не вспоминает своего мужа. Вы на такую девушку похожи, вы похожи на такую невесту. Может быть, муж Матвея, может быть, он в путешествии, в делах, и вы не вспоминаете о нем. То, что осталось, это только внешнее украшение и украшение и ленты. Может быть, вы забыли о своих украшениях в этом случае. Почему вы забыли о своих украшениях? Два варианта как бы забыли. О них или не забыли, но не помните о муже. Если забыли о своих украшениях, то потому что не помните о муже. Они перестали быть вам важны, потому что прошлое вас мало интересует. А может быть, и помните об украшениях, и помните о прошлом, но нет у этого чувства недостатка Всевышнего, когда он ушел. А ведь Всевышний ушел. Мы говорим о том периоде, когда он отдалился. Он начал отдаляться в период пророка Ишаягу, когда царь Уизиягу вошел в храм для того, чтобы принести воскурение. Мы помним видение пророка Ишаягу, что престол Всевышнего поднимается на цвета и святых. Потом, впоследствии, позже Ишаягу скажет, в последних главах он скажет, что небо – это престол Всевышнего, а земля – это подножие его, как бы подставка для ног стоит на земле. И мы в этом пророчестве с вами почувствуем, что Всевышний еще дальше отдалился от земли. И понятно, я напоминаю, что все это пророческий образ, что Всевышний не отдаляется от земли. Он продолжает управлять всем. Он не только сотворил, но он управляет всем всегда и постоянно. Но живого очищения Всевышнего и видения постоянного того, что он управляет миром, восприятие всего происходящего, как чудо, как руки Всевышнего, этого нету. И в этом смысле Всевышний отдалился от мира еще дальше. Потом уже в изгнании мы с вами увидим пророчество Ихискеля, которое скажет, что Всевышний над небесами. И небеса стали как бы перегородкой. Они не престол уже, как у Ишаягу, а они стали перегородкой между Всевышним и землей. И ощущение Всевышнего еще меньше. Оно, может быть, полностью пропало. И ощущение только того, что цари, которые даны по образу ангелов с лицами зверей, цари народов, они управляют миром. А где Всевышний? Всевышний есть. И пророк его видит. И сыновья Израиля должны верить в то, что его воля неизменна, но это не ощущается. Поэтому можно сказать, то есть речь о том, что Всевышний отдалился, отдалился весь этот образ, взгляд на украшения, взгляд на ленты. В любом случае, смотрит ли девушка на украшения, смотрит ли она или не смотрит, Всевышний отдалился. И народ, вот как эта девушка, жена, у которой муж уехал, в дальнее путешествие, народ не вспоминает о нем. И можно сказать, что речь идет о периоде Минаше, но, пожалуй, это все-таки в меньшей степени, потому что в период Минаше не то, что забыли Всевышнего, просто отошли от него. И если не говорить об отдельных людях, об отдельных праведниках, может быть, даже о значительном числе праведников, но об этом, как правило, не идет речь. Речь идет обо всем народе. Весь народ не вспоминал свое прошлое, не вспоминал исход из Египта, свою прежнюю чистоту, свою связь со Всевышним он не вспоминал. Так что только в какой-то степени это можно отнести к Минаше. В большей степени речь идет о, том периоде, в котором живет Ереме Ягу, Юши Ягу. И мы можем представить себе, что царь Юши Ягу пытается вернуть народ к служению Всевышнему, пытается вернуть его к служению в храме. И все это удается только потому, что он действует силой, он проявляет давление на народ. А так, скажем, стремления вернуться ко Всевышнему нет. Кто-то, может быть, вспоминает прошлое, но без желания, если так можно сказать, увидеть вновь Всевышнего. И кто-то не вспоминает это прошлое, и уж точно у него нет желания увидеть Всевышнего. То есть речь идет о том, что внешние признаки украшения могут быть, а стремлений ко Всевышнему в любом случае нет. Очень хотелось посмотреть, представить себе не то, что хотелось, это совершенно необходимо, как это относится к нашему времени. Ведь слова пророка вечные. Вот он охарактеризовал период Ишиягу. Вот люди соблюдают заповеди в значительной степени под давлением царя. Вот они приходят даже в храм. Но у них нет ощущения, тоже не хватает божественного присутствия, того присутствия, которое постоянно становяя Израиля, ощущали раньше, и особенно, когда приходили в храм. У них нет этого, нет этого, как бы, недостатка в этом. Есть внешние украшения, заповеди, которые исполняются формально, без души, но нет памяти о том, кто подарил эти свои украшения, кто подарил эти заповеди, нету большого желания вернуться к ним. Теперь, если говорить о нашем времени, обязательно должно быть отношение к нашему времени, потому что не зря же говорится, что пророки, их слова, они относятся и к конкретному времени, и ко всем временам. Те пророчества, которые не относятся, ко всем временам, они не записывались. Вот как мы можем представить себе, что такое помнить об украшениях? Помнить об украшениях и не совсем, так сказать, помнить о Всевышнем. Я бы сказал, что это помнить о заповедях и не помнить о тех задачах, которые стоят перед всем народом. А почему же задачи, которые стоят перед всем народом, настолько важны, что их можно сравнить с памятью о Всевышнем? Я бы сказал, это очень просто, потому что царь Давид сказал в своем псалме, когда возвращался Бог с возвращающимися в Сеон. Бог возвращается в Сеон, когда возвращается народ в Сеон. Божественное присутствие раскрывается тем полнее, чем больше сыновей Израиля находится в земле Израиля и даже в отсутствии храма. Теперь очень можно вспомнить другую фразу из Еремиягу. «Сим лиха ци юнин ба дэрих» «Поставь себе метки на дороге». Наши мудрецы много соотносились, как бы серьезно соотносились с этой фразой. «Поставь себе метки на дорогу», как бы похоже на нити рядный, на путника, который уходит в дальний путь, может быть, не по своей воле, и он хочет вернуться. Для того, чтобы вернуться, сделай по метке, может быть, как в лесу, где-то как нагломить ветку, чтобы потом знать, что ты здесь прошел, и здесь ты по этому пути и ты вернешься обратно. Вот этот ци юнин отметки, который нужно сделать на дороге. Наши мудрецы говорят, что речь идет о заповедях, которые исполняются в изгнании. Их основной смысл – это не наполнение особой духовностью, которая дает исполнение заповеди, потому что в изгнании этого нету. В изгнании заповедь становится памятью. Памятью о чем? Памятью о том, что нужно вернуться. Любая заповедь становится памятью о том, что нужно вернуться. И вот когда девушка смотрит на свои украшения, а невеста смотрит на свои ленты, вспоминая прошлое, предполагается, что она вспомнит мужа. А бывает и так очень часто в изгнании, что девушка смотрит на свои украшения, смотрит на свои ленты, иными словами заповеди соблюдаются, и в них есть определенная гордость собой, памятью о своем достоинстве. Но нету памяти о муже, иными словами, нету желания вернуться в землю Израиля и удостоиться того, чтобы с возвращением народа вернулся шхина, вернулся, так сказать, образно говоря, вернулся супруг. Этого желания нет. Вот это как раз тот образ, когда девушка смотрит на свои украшения, но не вспоминает о своем муже, больше вспоминает о себе, о своей молодости, но не вспоминает о своем муже, которого она искала. И жена, когда смотрит на ленты, вспоминает о себе, о своей молодости, но не вспоминает о муже, которого искала. Это похоже, что это то, что относится к нашему времени. Можно подчеркнуть, что другие моменты, которые связаны с этим, и опять же отношение к заповеди, отношение к заповеди в изгнании. А иногда по инерции в земле Израиля, когда параллельным переносом переносят культуру и образ жизни, которые были в Галуте, отношение к заповедям, что заповедь исполняется ради заповеди. Она дает человеку очень много в личном плане, она укрепляет заповедь, укрепляет семью, она позволяет построить жизнь, удержаться от многих соблазнов. Это цель заповеди, но при этом не ищется смысл заповедя. Я бы сказал, что как раз поиск смысла заповеди – это и есть воспоминание о мужа, воспоминание о духовности. Воспринять заповедь не как украшение, не как нечто служебное, что дано тебе для того, чтобы укрепить и построить свою жизнь, что само по себе очень хорошо и замечательно. Но в этом есть очень большой недостаток – нет поиска смысла заповеди. И это само по себе свидетельствует о том, что нету, я бы сказал, нету поиска Всевышнего, нету поиска путей приближения ко Всевышнему. Можно бы было здесь постараться привести какие-то примеры, но не знаю, может быть, не стоит утяжелять занятия, а может быть, стоит как-то показать. Ну, скажем, да, например, заповедь обрезания. Заповедь обрезания дается Аврааму в момент, когда ему и в момент, и в связи с обещанием земли Израиля. То есть заповедь обрезания, она привязывает к земле Израиля, к земле, на которой Бог, в земле, на которой ощущается, чувствуется Бог, это заповедь дана, чтобы привязать к земле Израиля. Каким образом, да, значит, да, эта заповедь, как бы, если мы представим себе, она говорит, что я здесь, да, и мое потомство родится здесь, и я до конца жизни, я здесь, и я буду похоронен здесь, потому что, как мы знаем, крайнюю плоть закапывает в землю. И это то, что основной смысл заповеди обрезания, он указывает на связь с землей, доказывает книга Яшуа, в которой первая заповедь, которая исполняется при входе в землю, это обрезание. И, может быть, несколько неудобно говорить об этом, но, скажем, мы знаем, что есть гевата Аралот, есть место, куда сыновья Израиля сложили свои крайние плоти, и обрезание они делали каменными ножами. То есть мы видим, да, здесь не нужно даже объяснять, видим, очевидно, что это заповедь, смысл ее укрепить связь человека и связь человека с землей Израиля. Да, да. Укрепить связь человека с землей Израиля. Нет, можно сказать, что почему обрезание делается на восьмой день при входе в землю, естественно, его не делали на восьмой день. Почему обрезание делается на восьмой день? Потому что на восьмой день считается, что входит новый уровень души, очень высокий, это замечательно, это хорошо, но это происходит только в Израиле, как свидетельствует об этом пророк Ишаягу. Он говорит, что уровень Нишама, тот уровень, который связан с обрезанием, он дается тем, кто ходит по земле. Те, кто ходит по земле, имеется в виду земля Израиля. Так что мы видим, что проникновение в смысл заповеди, он сразу, сразу обязывает проявить любовь ко Всевышнему, стремление ко Всевышнему вернуться, вернуться в землю Израиля и в землю, которая дана для того, чтобы человек ходил по ней с ощущением Всевышнего, с ощущением божественного присутствия. Поиск смысла, поиск смысла заповедей, сам по себе поиск, он связан с любовью, потому что на иврите, скажем, слово ладаат, знать, оно почти эквивалентно слову любить. И понятно, что тот, кто любит, он хочет узнать предмет своей любви, и отношение со Всевышним по любви невозможно без попытки проникнуть в смысл его заповеди, его повеления. Также можно сказать, что стремление человека, если он хочет быть похож на то, чтобы правильно, на образ обратный, который дал пророк, то есть хочет быть похож на ту девушку, которая смотрит на украшения и, да, вспоминает свою чистоту прежнюю и свои искренние устремления, и хочет быть на невесту, которая вспоминает своего жениха, своего мужа, то здесь речь идет о стремлении вернуть пророчество. Мне кажется, что без этого стремления трудно говорить о связи с Всевышним по любви, желании помнить о Всевышнем, помнить в том смысле желать, чтобы он вернулся. Трудно говорить без стремления к пророческому уровню, а стремление к пророческому уровню, оно прежде всего начинается с попытки проникнуть в смысл пророков, тех пророков, которые были. И если говорить о том, что я упомянул о национальных задачах, то в этом тоже есть стремление к тому, чтобы Всевышний вернулся. Мы понимаем, что слова «выша хам», «тебе, то хам», «я буду пребывать среди них», это относится к народу, а не к одному человеку. Поэтому переживание за то, что происходит с народом, попытка что-то исправить и привнести, понять, во-первых, недостатки и привнести что-то полезное, что-то, что исправит ситуацию, то, что поможет объединить народ, то, что подчеркнет плохие стороны злодейства, все это относится к этому, скажем, желанию, чтобы Всевышний вернулся, потому что он возвращается еще раз ко всему народу. И тогда противоположность этому образу, который дал пророк, девушка смотрит на украшения, не вспоминает о любимом, ты смотришь на украшения, на прошлое, на те великие достоинства, которые есть у еврейского народа, которые проявляются в прошлом, и они и настоящим проявляются. И ты стремишься к тому, чтобы эти достоинства не остались просто достоинствами народа, чтобы достоинствам народа, ты хочешь, чтобы благодаря этим достоинствам вернулось божественное присутствие. Мы немножко соотнеслись со словами «я буду судить тебя за то, что ты говоришь, не грешила я». Мы говорили с вами о том, что многие, значительная часть народа может сказать, а мы же нет, мы ничего. И тут Всевышний говорит, что речь идет всегда не об одном человеке, не о группе, а речь идет обо всем народе. Теперь вот я пропустил, скажем, в таком пылу запале желание объяснить и пропустил предложение очень важное, которое хотел с вами обсудить. «И на полах одежды твоей была кровь душ бедных, невинных, не в подкопе нашла ты их, а ко всему этому ты говоришь, я невинна, ведь гнев его отвратился от меня». Здесь тоже переплетение нескольких, так сказать, мыслей, пластов, и мы попробуем их разобрать. «Кровь на полах одежды твоей, душ бедных, невинных». Мы представляем себе, что в истории, если мы сначала остановимся на Северном царстве, был длительный период, когда преследовались пророки, и не только преследовались, их убивали, и это не один человек, и не два, это могло быть несколько тысяч людей за тот период, когда властвовала Изевин. И если говорить о Южном царстве, то там тоже далеко было не все благополучно. Мы помним историю убийства пророка Схарья в период правления царя Йоаша. И мы сейчас поговорим об этом. И в дальнейшем мы помним, что в период царя Минаше пророки преследовались, и мы говорили о судьбе Иремья, о судьбе его отца. Мы это все обсуждали. Можем вспомнить, что в начале своего правления Минаше убил Ешаягу. Он не побоялся убить сильнейшего пророка, не говоря о том, что он был его дедом. И вот Всевышний говорит теперь, обращается и говорит, что на полах твоих одежды была кровь бедных, невинных. На душ бедных, невинных. Не только пророки, а все люди, которые пытались так или иначе возражать против, так сказать, злодейского образа правления. Они подвергались опасности. И понятно, что часть из них и судьба была очень тяжелой. Поэтому мы сначала сказали о пророках, но здесь говорится о бедных душах, невинных. Не в подкопе нашла ты их. Это образ наш, что если вор пробирается в подкопе, подкапывает твой дом для того, чтобы совершить кражу, то есть право убить его. Потому что говорится, что если он сделал подкоп, пошел на то, чтобы сделать подкоп, а хозяин теперь попытается остановить его, то у него не дрогнет рука перед тем, чтобы убить хозяина. Поэтому Тора... Мы не будем обсуждать здесь все моральные аспекты и все подробности закона. Один из моментов, что человеку должно быть абсолютно ясно, что это незнакомый ему человек, который совершает подкоп, и у него не дрогнет рука, чтобы его убить. Тогда у него есть право напасть и убить первым по принципу, если кто-то пришел убить тебя, здесь вероятность, что он убьет тебя, ты можешь убить его первым. Поэтому пророк воспользовался таким образом, невподкопе нашла ты их. То есть можно было бы представить себе, что эти люди что-то планировали сделать тайно, что-то сделать тайно, причинить вред, совершить переворот, совершить переворот в стране, планировали переворот, совершить переворот, в стране составляли заговор, тогда, может быть, было какое-то оправдание у царя и у общества, что они были убиты или были казнены, может быть, у них было какое-то оправдание. Нет, этого оправдания нет. Те люди, которые воевали с властями, они призывали царей раскаяться, а не устраивали заговор против них. Исключением является Еву, который бы по велению пророка убил двух царей и двух поклонников. Но это, скажем, отдельная история. Речь не о нем и не о этом моменте, а все люди, которые были до этого. И все люди, которые были после этого, они не составляли никакую заговору против властей. Они призывали царей вернуться к раскаянию, часто с риском для собственной жизни. Так мы сможем представить себе несколько более поздний период во времена правления Юакима. Еремиялу посылает своего ученика Баруха Беннери читать перед царем-злодеем Юакимом свиток, который он написал о непредстоящем падении Рушелаема и страдании сыновей Израиля. И Баруха Беннери делает это, несмотря на то, что понятно, что его жизнь в опасности царь может поступить, как и с другими пророками. В его время, во время Юакима жил пророк Урия, который также обращался к царю и к обществу, был вынужден бежать в Египет, но и туда Юаким послал гонцов и убили Урия в Египте. Понятно, что Баруха Беннери подвергает свою жизнь опасности. То есть все делалось в открытую, все делалось в открытую и был призыв к людям, был призыв к царям, а не желание устроить переворот, заговор, установить новую власть и насильно заставить людей соблюдать законы Торы. Этого не было. Теперь можно сказать, если мы говорим о периоде Юшаяху, то народ может сказать, народ Израиля может сказать, я невинный образ девушки на образ жены, но, скажем, сейчас это не суть важно, важно то, что поколение Юшияху, оно может сказать, а мы никого не убивали? Мы никого не убивали. У нас праведный царь Юшияху, он настаивает на соблюдении заповедей и он тоже никого не убивает, кроме тех, кто злодейски, просто уже в открытую протестуют против постановлений царя и демонстративно приносит жертвы идолам или приносит жертвам не храма. Только таких людей он казнил по праву царя, в любом случае, даже не говоря о законе Торы, по праву царя, всяких, кто бунтует против царя, он их казнил. Так что мы живем в такой период, замечательный, мы не виноваты. Но мы знаем с вами, что суд небес, который оглашает пророк, он возлагает ответственность за дела предыдущих поколений, в которых не раскаялись. А поколение Юшияху, естественно, оно не осознало ни всю тяжесть преступлений и дового поклонства, ни всю тяжесть убийства пророков и праведных людей. Все это осталось неосознанным, и все это может вернуться. И так мы с вами, скажем, забегая вперед, уже видели, все это вернулось. Поэтому ты не можешь сказать, я не виновата, хотя бы потому, что ты не раскаялась. И это очень важно, очень важно, понимаете, увидеть в прошлом неправильные дела, неправильные поступки, огласить это, сказать, что это плохо. Это очень-очень важно. Это дает какую-то минимальную прививку от того, что эти дела будут повторены в будущем. А так замолчать все это дело, ну, ладно, как-нибудь там, да. Ну, что, может быть, были какие-то причины у царей, да. И все это подготавливает почву для возвращения таких периодов, а может быть, не таких периодов, но других тоже направленных против праведных людей. Как, скажем, отсутствие раскаяния в наше время, можно привести, можно привести целый ряд примеров. Но остановимся на наиболее, на наиболее ярком, скажем, да. Это гуш-катиф, изгнание из гуш-катифа, да. Фактически ни один из тех, кто руководил этим изгнанием, я уже не говорю о тех, кто исполнял, в общем-то, совершенно незаконные приказы, ну, это как-то еще, может быть, можно понять, хотя тоже это все очень проблематично, да. Но все, кто руководил этим изгнанием, гуш-катиф, все, кто принимал участие в нем, ни один из них, ни один из них не встал и не сказал, что это была ошибка. На мне лежит вина, что сегодня ракеты из Азы летят на территорию Израиля, долетают до Тель-Авива и других мест, это в этом моя большая доля, моя большая доля вины. Нет, эти люди, нет, они не говорят такие слова, да. Такие слова не говорят. И мне кажется, что и в народе тоже нету, ну, не буду говорить, опять же, за весь народ, или, скажем, можно говорить не обо всех, а об общей массе. Это проблема изгнания людей из домов, да, и территорию со святой земли, на которой евреи жили на самом деле сотни лет, да, я имею в виду последнее время. Это преступление, оно осталось неосознанным. Поэтому можем сказать, что, да, мы там не виноваты, вот, мы, скажем, да, вот, ну, конечно, была определенная ошибка в этом, это еще не все скажут, да. Вот, и поэтому, как бы, иллюстрации этой крови не видно, я вот поднял здесь для вас, я имею в виду вот эту картинку, да, об картинке ниже можем поговорить позже. Да, скажем, да, картинка из изгнания Гуш-Катифа, да, сколько горя принесло это конкретным людям, если не говорить о эмоциональных даже проблемах, да, и сегодня сказать, что, ну, я не виноват, да, это как бы, да, и мы не виноваты, это так получилось, да, это то же самое, что Всевышний говорит здесь, да, вот, как же ты говоришь, что не виновата, не виновата, когда кровь душ бедных, невинных, да, она на твоем подоле. Кровь, кровь людей, беды людей, высокодуховных, религиозных, которые столько отдали для своей страны, да, это не может все быть забыто, это лежит печатью, и об этом стоит говорить и напоминать каждый день, да, вот, то же самое, не в подкопе ты нашла их, они что, составляли какой-то заговор, они хотели что-то сделать против страны, против правящей верхушки, которые, может быть, они недовольны, нет, вот, теперь в качестве иллюстрации я взял картину, может быть, она картину художника Тесот, французского художника, начала 20-го века, на мой взгляд, очень сильная картина, здесь изображено убийство пророка Схарья во время проявления царя, царя Йоаша, Йоаш, как вы помните, он был спрятан от Аталии, был спрятан не священником, может быть, не перед священником, но одним из важнейших священников его яда, был спрятан в храме, находился там 6 лет, через 6 лет он вывел Йоаша и убили Аталию, и Йоаш был возведен на престол, после смерти Йоаяда, не сразу, под влиянием очень тяжелых событий, Йоаш объявил себя божеством, и сын Йоаяда Схарья, пророк Каген, и пророк Йоаяда был пророком, его сын Схарья тоже пророк, он увещевал народ в храме, обратился в храме к народу с тем, что нельзя отходить от Всевышнего, что недопустимы такие мнения, предположения, даже, что в царе есть какая-то вот такая особая святость из-за того, что он провел в храме 6 лет, что он божество или близок к какому-то божественному уровню, он увещевал его, и его забросали камнями. И эта картина, на мой взгляд, очень выразительная, непреклонный и ничуть не смущенный произошедшим царь Йоаш, а, собственно, по его распоряжению убили Схарья, царь Йоаш выходит, стоит на ступенях храма, и мы видим, как тут люди занимаются, его подданные, его слуги занимаются техническими вещами, как это тело вытащить из храма. И здесь мы видим первосвященника, стоящего рядом, совершенно молодой человек, которого Йоаш назначил вместо Йоаяда, то есть явно человек, человек, который готов подчиняться ему во всем, и вот этот первосвященник, он тоже совершенно невозмутимо, или даже обвиняя, показывая пальцем, на Схарья стоит здесь рядом. На мой взгляд, очень емкая картина, не знаю, она непосредственно прямо как бы здесь к делу и к теме, но в любом случае мы можем вспомнить, что в том, что Гемара трактат Гетин говорит о том, что сыновья Израиля во время разрушения храма, во время падения Ушалая ему пострадали особо, скажем, масса людей пострадала из-за того, что кровь Схарья не была смыта. А что значит не была смыта? Прошло более 200 лет, более 200 лет, 250 лет от момента, который мы здесь с вами видим, до разрушения храма. Да потому что это преступление не было осознанно. Оно не было осознанно, какая страшная вещь была совершена, когда Кагена и пророка убили в храме. И не было молитв о прощении, когда был храм, не было жертв от всего народа во искупление греха. Так как-то, да. Ну, было-было. Ну, нехорошо, может быть, говорили иногда. Ну, было-было. Это не раскаяние. Раскаяние предполагает такой уровень, чтобы это больше никогда не повторилось, не только это не повторилось, ничего подобное. И, как любой раскаяние, выводит человека на новый уровень, чтобы народ вышел на новый уровень, чтобы он, наоборот, приблизился к пониманию величия пророков. А этого для всего не происходит. Вот. И то, что относится как бы к нашему времени, я бы хотел упомянуть ураг Кагана, не то, чтобы, скажем, его кровь была пролита кем-то из евреев, упаси Бог, утверждать такие вещи, вот, но его отвержение, его объявление националистам и террористам и запрет для него участвовать в выборе, на выборах князь, человека, мыслителя, который никого не убил и не призывал никого убивать. Не призывал никого убивать, у него не было ни одного призыва к убийству к убийству араба или кого-то еще, кого-то другого. Великий мыслитель, великий политик и политолог, написавший множество критических статей об политике и экономике Израиля, его объявили фактически вне закона, не дай ему принимать участие на выборах на выборах князь и как бы отвергли из отвергли из общества и как говорят политическое убийство здесь несколько больше политического убийства. Я бы сказал, что говоря о нем тоже можно сказать, что как же говорить, что мы не виноваты, когда кровь невинная она видна на наших одеждах ничем не прикрыта. Здесь скобках можно сказать, что Раф Казана, мы русскоговорящие, так сказать, условно говоря, советские евреи, мы ему очень обязаны, потому что фактически он первым начал борьбу, открытую, непримиримую борьбу за свободный выезд евреев из Советского Союза. Вот значит здесь я с вашего разрешения остановлюсь и если что-то хочется спросить, то пожалуйста, я нажимаю Stop Share, я вижу вас всех, если есть какие-то вопросы, я готов постараться на них ответить. Вот и еще раз хочу сказать, что по-моему нет никакой пользы говорить о том, какие мы молодцы, как мы хорошо соблюдаем все заповеди, как нас возвысил Всевышний и так далее. Это все правда, но упомянуть о своих недостатках на протяжении истории и сегодня, мне кажется, это совершенно необходимо. Я слушаю вас. можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в принципе, можно так сказать, что если идет абсолютизация выполнения заповедей вне связи с землей Израиля, то это, по сути дела, вид идолопоклонства? Или это категорично? Я бы не сказал, что это видовое поклонство. Я бы сказал, как пророк Еремиягу, это забывание о целях, национальных целях и забывание о Всевышнем в том смысле, что только в земле Израиля рождается живое ощущение Всевышнего и второе, может быть, на второе место нужно поставить, что есть национальные задачи, это желание Всевышнего исполнить его желание, это также желание приблизиться к нему, и поэтому я бы не назвал это поклонством, просто чтобы все не сваливать в одну кучу, я бы назвал это как пророк забывания Всевышнего. Вот есть такой очень я бы сказал примитивный анекдот, но я его все-таки расскажу, потому что он может поможет прочувствовать ситуацию. Вот был один апикорос, который речь где-нибудь я думаю о конце 19 века, середине 19 века, так, судя по интонациям этого анекдота, был апикорос, который хотел прогневать Всевышнего. Вот он пошел к другому апикоросу посоветоваться, ну как это сделать, прогневать Всевышнего, показать всем, что нету этой высшей власти, как это сделать. Он ему сказал, поезжай к одному специалисту, он тебя научит. Он приехал, там какой-то человек в хасистом одеянии, вечер в субботу, пошел в синагогу, приходит из синагоги, делает кедуш, браху, нахалы, сиуда. Он его апикорос, который гость его спрашивает, когда же ты будешь гневить Всевышнего? Он говорит, какого Всевышнего? То есть вот это может быть несколько примитивный анекдот, он может проиллюстрировать эту ситуацию, что соблюдение заповедей без связи со своим народом, без связи с землей Израиля, без глобальных задач, по крайней мере помнить о них, это все имеет только тот смысл с июним Бадерем, чтобы не забыть дорогу в землю Израиля. Ну а чего тут не забывать сегодня, когда эта дорога уже проложена? Просто трудно спорить, понимаете, вот с приверженцами абсолютизации заповедей, потому что тебе отвечают просто, что где евреи, там и земля Израиля, тебе говорят о том, что земля Израиля это весь мир и так далее, и так далее, и все, я уже перестал. Понятно, я хочу здесь, конечно, делать с этим нечего, я хочу только подчеркнуть, что те, кто абсолютизирует заповеди, они не живут по заповедям, потому что Ишухана Руха вытекает, что заповедь жив земле Израиля это заповедь. Можно говорить при каких условиях, когда есть опасность, нет опасности, сегодня нет никаких препятствий, которые могли оправлять проживание вне земли Израиля. То, что если, ну, я понимаю, что здесь спорить бесполезно, и я как бы я не собираюсь спорить, но ответ здесь очень простой, если земля Израиля это в сердце, там, это там, где земля, там, где еврей, то тогда и тфелин он тоже в сердце, чего накручивать на руку, когда все в сердце. Понимаете, это не знаю, откуда берутся все эти мнения, но это просто не жизнь по Галахе, это не жизнь по еврейскому закону. Это то, что можно здесь сказать. И понятно, что от собирания рассеянных зависит и продвижение еврейского народа к благополучию, и тот момент, который, может быть, я забыл сказать, в занятии вот это оправдание, оправдание народа, что я невинна, как бы от имени девушки, образ девушки, я невинна, что мы с вами видим там, как она себя оправдует. Ведь гнев его отвернулся от меня. Ведь у нас же благополучное время, все хорошо. Все хорошо. Я даже, я даже, упаси Бог, я не желаю, чтобы пришло какое-то наказание и так далее, но благополучное время дается для того, чтобы осмыслить что-то и продвинуться куда-то, да, а не для того, чтобы пользоваться вот этим благом, этим благополучием, которое выливает на тебя Всевышний тем, как Он охраняет тебя. Это время дано для того, чтобы осмыслить и продвинуться, да, а не для того, чтобы, скажем, черпать ведром это благополучие. Розеф, еще раз добрый вечер, большое спасибо вам за очень важный и нужный урок. На самом деле, просто от себя скажу, что вот сегодня буквально задавалась вопросом про то, вот мы в молитве просим о том, чтобы Всевышний помог нам приобрести вот безусловную любовь к Нему. Это говорит о том, что в принципе сейчас мы все на уровне находимся, где это очень тяжело достижимо и практически неощутимо. И это вот очень все перекликается с темой урока и конкретно посылкам, которые вы разбирали. Просто потрясающе. Вот. И скажите, пожалуйста, реально ли человеку все-таки в наше время, на нашем уровне достичь подобной любви и что ему стоит делать для подобного? Любовь, как вы хорошо знаете, это дело тонкое. Вот. и что делать для того, чтобы полюбить? Очень трудно очень трудно что-то советовать. Я могу только сказать то, что мне представляется. То, что мне кажется это необходимо каждому человеку. Я могу, во-первых, подчеркнуть первые две вещи, которые я сказал, что это связь земли Израиля и для подавляющего большинства людей это прямое как бы прямое проживание в земле Израиля. Подавляющее большинство ничего не задерживает, ничего не мешает. Это участие в национальных делах и национальных проблемах. Все, что происходит с земли Израиля это борьба за духовность и за землю Израиля. Как бы не казалось все эти политические столкновения не казались бы далекими от истинных проблем еврейского народа, непосредственно связаны с проблемами еврейского народа, истинными проблемами еврейского народа, потому что вся борьба, которая ведется, она ведется реформой, не реформой, скажем, это борьба за то, чтобы быть землей Израиля или не быть землей Израиля, упаси Бог, за то, чтобы быть народу самим собой, тем, кем он призван на земле, или упаси Бог, не быть второе, как бы это чисто условно, вот, и поэтому мне кажется, что по крайней мере интерес и посильное участие в проблемах, которые есть в земле Израиля, мне кажется, что они приближают ко Всевышнему, не только тебя, они приближают весь весь народ, да, и следующий момент это изучение пророков, вот, потому что Рав Кук говорит, что пророков дух пророчества, вот, и мне кажется, и проникновение в смысл, в смысл заповедей, это то, что мне представляется, что это есть уборка Всевышнего, можно говорить, можно говорить о каких-то путях, которые, может быть, не для всех подходят, это в земле Израиля, да, это, может быть, какое-то желание почувствовать божественное присутствие, медитация, да, вот, такого плана, скажем, да, развития человека, но я не берусь утверждать, что это подходит для всех. Равзеев, а вот медитация, то, что вы говорите, это только вот может сработать в земле Израиля, или человек может попробовать в любой точке она может сработать, и медитация может работать и вне земли Израиля, но если человек не привязан всей душой к земле Израиля, она уведет его, она уведет его в сторону. Да, Равзеев, я согласна, простите, что перебила, это перекликается с вашим предыдущим уроком, но естественно мы идем как бы постепенно развивая тему, о том, что да, что вот это все вместе, Всевышний, народ Израиля и земля Израиля, это три как бы такие компоненты, которые один без другого невозможны, вот, поэтому спасибо вам большое, что вы напоминаете всем нам о важности всех трех компонентов. Вот, это, это да, просто я хотел сказать, добавить, что Рав Кук говорит о том, что дух земли Израиля отличается чистотой, а за пределами земли Израиля есть нечистота, очень трудно прийти к тем более на таком уровне, как медитация, когда ты хочешь выйти на какие-то духовные уровни, очень трудно говорить, что это может привести к успеху за пределами земли, за пределами земли Израиля. Очень большая проблема со всеми хасидскими рассказами, которые там рассказывают о каких-то моментах откровения за пределами земли Израиля. Они могут быть, они вполне могут быть, но они, я бы сказал, что они никуда не продвигают, а даже запутывают. Это отдельная тема, о ней можно говорить, тоже как-то очень трудно говорить. Хотелось пословить величайших мудрецов Рамхаля, Виленского Гаона, которые стремились к земле Израиля. И в принципе это была большая мечта жить в земле Израиля, потому что действительно все обретает смысл именно когда этот пазл сложен вместе. Да, 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 это совершенно верно. Хорошо, ладно. Большое спасибо вам, Роза. Мы с вами подведем черту, вы говорите спасибо, а мне хочется извиняться за то, что я чем-то нагружаю вас тяжелым и так далее. Лучше бы было про... Будьте добры, грузите, пожалуйста, это очень нужно, мне кажется, это вот такое пробуждение, которое нужно и Баруха Шем, что есть вы и я уверена есть еще другие важные люди, которые говорят о важности того, чтобы люди возвращались в Израиль. Хорошо, ладно. Спасибо большое-большое за внимание. Я уже жду следующей встречи с вами. Дай Бог. Спасибо. 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 Я Шарков радую. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Ничего. Спасибо. Спасибо.